Сортировка мусора, очистные сооружения, увеличение объёма лесных насаждений – задачи, которые власти и жители должны решать совместно. Сегодня ситуация удручающая. Канализационные стоки сбрасываются в водные объекты. Отсутствие очистных сооружений, а также импровизированные септики привели к загрязнению и поверхностных грунтовых вод. Как следствие, некачественная питьевая вода в колодцах. «Если брать три больших населённых пункта, это Камрад Чадерлунга-Вулканешта, то очистные сооружения работают только в Чадерлунге и Вулканештах. В Камраде они, к сожалению, не работают. Выполняется только механическая функция, и поэтому неочищенные стоки попадают в реку Ялпук, загрязняя её. В настоящее время выделенные денежные средства, разрабатывается проект на строительство новых очистных сооружений в муниципе Камрад». Стихийные мусорные свалки. С ними борются совместные инспекторы по защите окружающей среды и местные органы власти. Ежегодно проводятся экологические акции. Но спустя время, как отметил исполняющий обязанности начальника инспекции по защите окружающей среды Гагаузии Николая Герчогла, на месте ликвидированных стихийных свалок появляются новые. «Предусмотрено наложение штрафа на физических лиц от 12 до 24 единиц. Это от 1200 до 2400 леев. На юридических лиц сумма большая – 12 тысяч до 15 тысяч леев. Хотелось бы сказать, что на сегодня налагать штрафы могут кроме экологической инспекции, также и при Марии, поскольку внесены изменения в кодексе правонарушениях и констатируют специализированные органы при Марии и направляют материалы на админкомиссию. Поэтому это тоже является пополнением бюджета, и при Марии должны тоже работать в этой сфере». Денежные штрафы предусмотрены и за незаконную рубку деревьев. «Незаконная рубка влечёт наложение штрафа на физических лиц от 5000 леев до 10 тысяч леев, и на юридических лиц от 12 до 24 тысяч леев». В связи с высокими тарифами на энергоносители чёрные лесорубы особенно активны, отмечает Николай Герчогло. «Если брать за последние пять лет, то случаи только увеличиваются. В 2021 году, например, если было 60 случаев, в 2022 уже более 100 случаев, и сейчас за первый квартал или первое полугодие 2023 года уже больше 50 случаев. Это говорит о том, что незаконные рубки только идут в сторону увеличения. Мы постоянно проводим рейды по пресечению случаев». Николай Герчогло призывает жителей Гагаузии уже сегодня начать формировать экологичные принципы и заботиться об окружающей среде. Валентина Чубан, Владислав Табачук, Ирина Резунец, ГРТ. Новости.